так то какие красненькие то мои помидорки только они не все поспеют уже такой дубак ладно мы вот и сейчас закроем на несколько дней и все тут поступило предложение на аэромакс летать на абореях прикольно да только аэромакс завтра вылет из самары в 6 утра построила нас вообще вот прямо скажем и самое ну потому что не кругосветка ну нет чтобы сразу сказать вот сегодня блин сейчас 4 утра стартуем в кругосветку да мы уже собраны все готовы все выезжаем 4 утра будем у вас купим билеты тогда сообщим пока вот то что видим это аэрофлот 415 прибывает будь это век 19 я бы сказал что надо успеть самару за 48 часов но нет век 21 и теперь надо успеть самару в 4 6 утра а мы не в аэропорту и туда еще добираться ехать и ехать я себя в аэропорту чувствую как петушкин который не путешествовал несколько месяцев только я не путешествовала я не была в аэропорту с марта 2020 года это уже больше чем полтора года три часа ночи по нашему время по нашему по местному 4 уже утра прям пол нет вообще не поспал но один сегодня у меня от переизбутка эмоций наверное сон вообще просто не знаю что будет сегодня днем со мной времени поспать я так понимаю нас больше не будет а главное чем закончится сегодняшний день где мы окажемся до понедельника мы не знаем вообще ничего сегодня суббота началась началась и импровизация импровизация полная поехали мало того что кофе прямо в машин так еще и номер с утра умыться привести себя в порядок вот это то что отличает обычные самолеты от подобных барею это тот самолет который это идея это люди в первую очередь это те люди которые всегда тебя рады это всегда привлекает внимание это всегда очаровывает вот казалось бы мы еще несколько часов сколько-то там назад сидя у себя на базе даже представить не могли что куда-то сорвемся и тут поедем и как куда чего в 4 утра прилет в самару что там делать надо же как-то хоть душ хоть что-то и тут мы прилетаем нас встречают прямо в кофе душ номер все пожалуйста перед полетом совершенно другая дело это идеология приключений это самолет для приключений и да эти приключения делают люди но эти люди вокруг самолета образовываются или они образовывают такой самолет который подвигает на приключения подвигает на шикарные потрясающие эмоции вдохновляет доброе утро доброе утро доброе сразу со шпионной камерой туманит а мы точно сейчас куда-то летим потому что вот там как будто бы горы но это не горы это туман только что мы узнали что летим тремя бортами одним мужским одним женским и одним одним 1 1 куда летим пока до сих пор не знаем но это уже что-то и хоть паршрут до сих пор достоверно неизвестен но уже понятно что он будет явно вдоль волги куда-то на юг туда где тепло поэтому я в шортах я сейчас плюс 3 говорят и практически и не вокруг мы летим на юг да вот эта сумка помещается и это еще много других таких него есть вообще мои мои так сказать это моя операция то есть куда я летал я летал вот сюда на несколько пятачок в отраце вот мы несколько часов назад его проехали когда-то у нас сколько там 800 километров примерно расстояние будет сейчас полет на 900 даже она потому что в волга не не сильно прямая где-то так с посадкой без посадки с засравкой лето это конечно лето надевать шорты было несколько промечиво все-таки чертовски холодно на дороге правило не уверен не обгоняй здесь не уверен не взлетай лобовое стекло непрозрачное что с ним не делаю протирай не протирай туман роса стоит сейчас буквально полчаса ожидаем поднимается солнце и тогда пойдем видимость по полосе не превышает 100 метров понятно что оторвешься и там все видно но мало ли вдруг да 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 туманная радуга редкой редкое явление да а мы его не видим и вот так вот подни поднимешься и при случае где полос потом искать обратно вода летит просто в воздухе и и прямо видно как летит вода мы снимали чехол со стабилизатора и там лед чехол был пример шей стабилизатору то есть его отдирали то половинка которая освещалась солнцем вот это левая она была нормальная а я тут конечно же шортики тут надо было эти как его батные штаны надевать биджи и кроссовки те самые оставлять толстые мощные я согласна что надо подождать и когда уже видимость улучшится спокойно абсолютно да тем более что он сейчас вот по полчаса и все это идет вы бы сейчас направо пойдете они пойдут вот туда через чумовку мы за вами летим на каком расстоянии тебе будет комфортно чтобы мы держались как удобно значит взаимодействует такое значит участки прямые если хочешь сделать маневр поворачивать договоримся о скорости я вокруг тебя маневрирую ты во время съемок держи 65 все а так 70 80 посмотрим малая авиация она вся пропитана приключениями тут любое действие ты собираешься вылететь в 6 но нет вот она вот вот тебе не даст вылететь потому что будет туман солнце встает казалось бы сейчас станет солнце и все рассеется но нет солнце встает начинается испарение и туман только усиливается ждем если есть хоть какие-то сомнения лучше их трактовать не в пользу полета лучше быть на земле и желать быть в воздухе чем быть в воздухе и желать быть на земле чипы сняты струбтины шарфовые колодки чипов полуутые все снято и и и и и и Продолжение следует... 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 Это шикарно. Где ты такую взлетку еще найдешь? Садись как хочешь. Хочешь так, хочешь так. Вообще по-любому. Тебя еще поражает то, что он может разбегаться по кривой речке. То есть это прям вообще вау. А еще я слышала, что можно взлетать вот так вот, доворачивая. Но если места мало, у тебя ограниченное какое-то озеро, то есть как-то можно вот так. Офигенно. А вот на сухопутном над водой долго лететь неприятно. Шумейка, день добрый. На приеме Шумейка, добрый день. Добрый день, Игорь, следуем пары, удаление 10 миль от вас. Подскажите условия подхода. Стримите условия подхода. На старте Гейстер 50-60 градусов, 1-2 метра в секунду. Посадочный курс 60, посадочный курс 60, давление 7-6-4, 7-6-4. Круг полета вправый, выход на КТА 100 метров, подавление 7-6-4. 1013 на припоре. Информация принесена... Да, минуту, сейчас Наташа сядет, а я за ним. Буду ей мешать, он с колонкой сойдет. Посадка на землю. Лесо наблюдаю. Шасси выпечены. Да. Посадку, конец полосы налево по командам встречающих. Принято, полосу, выдержать, безопасная дистанция. Первая посадка. Как же тепло на земле. Как же тут скреет солнце. Ну что, все отвернулись, а камера нет, не отвернулась. Ну что, тепло у нас там в самолете, хорошо, да? У нас что-то ноги замерзли. Ноги замерзли. А так нам очень жарко даже. Вообще целиком, я там в эту куртку уже завернулся, укутался. Подожди, тебе же выдали очень теплую куртку. И тут надо пояснить. Самолет, на котором я лечу с Дмитрием, владелец когда-то заказывал в суперлегком варианте. Так, чтобы можно было взять максимальное количество багажа. Летает он исключительно летом, поэтому даже обогрев кабины в этом самолете не предусмотрен. А у нас дозаправка, быстрый перекус, экспресс-экскурсия по аэродрому и летим дальше. Потапом нужно успеть до наступления темноты. Раз барей, два барей, три барей и все на одном аэродроме. И все это... А я даже не знаю, где мы. Вот кто может споцказать? Я скажу, что это очень какой-то модный аэродром. Я там видела, у них спортзал. Есть спортзал, значит, модный. Ну да. И бассейн. Там тренажерный зал, бассейн. Но это явно не наше. Туалет очень красивый. Не наше. Вот, туалет надо проверить. Какое у вас все ухожено, так красивое. Это у вас какой-то специальный человек этим занимается? Что? Цветочками? Моя душина. Серьезно? Конечно. Я не могу. У меня работа, как генерального директора, постоянно в офисе. Сижу, 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 сижу. А после обеда, по четыре часа выхожу и занимаюсь своими цветочками. Как я помидорами. Уважение. Это чисто, как говорится, ну и для красоты. И немножко движение какое-то, общение с землей. Медитация, грубо говоря. Кустики подрезаю, цветочки проплакаю. Здорово, очень красиво. Пронучил предварительный взлетный курс 60. На полосы выруйте в конец полосы. На старте ветер без изменений. 40-60 градусов. 2-3 метра в секунду. С точкой 100 метров, связь Саратов район, 133, 0 доложите. 100 метров, 33, 0 доложите, взлетаю. Ну что, побежали? Поехали. Повлетаем. Субтитры подогнал «Симон»